Плод сумрачного китайского гения или сравнительно честный способ обмана доверчивого покупателя. Куплен по акции за 68,88 рублей, 0,89. ПРУФ ПОКУПКИ Без скидки цена уже совсем неинтересная, на Алиэкспрессе есть масса предложений заметно дешевле, например тут в двух лишним раза. Также они продаются в локальных магазинах под разными брендами, правда уже по каким-то совершенно конским ценам, телокам. Ориент, Эдбайтс. В лоте есть варианты 3-10 цветов, серебристый, серый, черный и со входным портом USB Type-A или Type-100. Я выбрал с Type-100, так как USB-A уже неинтересны и имеются у меня в достатке. При покупке я прекрасно понимал, что это такое, и не стал бы покупать, если б не такая смешная цена. Почему я назвал его сравнительно честным способом обмана доверчивого покупателя? В магазине товар назван эндкод, USB-100 концентратор 3-0 от ИГ-4 порта мультиразветвителя адаптер тип 103-1 эндкод. Так как хаб заявлен как USB 3-0 и даже 3-1, то можно было бы надеяться, что все выходные порты будут также USB 3-0. Однако это не так, далее в описании можно встретить такую картинку, USB 3-0 порт всего лишь один, а все остальные только USB 2-0, налицо попытка запутать покупателя. Как такое вообще стало возможно? При разработке стандарта USB 3-0 из-за изменившейся логики работы и увеличившейся сразу в 10 раз скорости, разработчики не смогли реализовать работу по уже существующим 4 контактам USB, как это было при переходе от USB 1-1 копейка USB 2-0, поэтому пришлось добавить еще 5 новых контактов, оставив существующие в нетронутом виде для совместимости со старыми устройствами. Таким образом, любое USB 3-0 устройство, хост-контроллер, периферийное устройство или хаб, представляет собой два независимых логических устройства, объединенных в одном корпусе, и разъема. Вот условная схема USB 3-0 хаба на две порта, слева – входной разъем, вот съядящий разъем USB, который подключается к порту материнской платы. Далее контакты USB 2-0 и 3-0 разделяются и идут каждый на свой USB хаб, а справа, на выходных портах, нисходящих разъемах USB, опять соединяются вместе. А что будет, если сэкономить и взять вместо микросхемы хаб-контроллера USB 3, версию USB 2, и подключить входящие контакты USB 3 напрямую к одному из выходных портов, один порт окажется полноценным USB 3-0, подключенным непосредственно к USB-контроллеру на материнской плате, а остальные, только второй версии, подключенные через USB хаб. Но зато можно будет в названии изделия указать USB 3-0, хотя это уже обман покупателя. Перейдем к обзору данного шедевра. Поставляется в безымянном пакетике, корпус металлический, изящный, я бы даже назвал его стильным, если бы не отличающийся цвет кабеля. Никаких надписей или логотипов нигде нет. Длина кабеля тильда 10 сантиметров. Разъем USB Type 100 имеет полный набор контактов, USB-A на торце также имеет 9 контактов для совместимости с USB 3-0, а вот у трех боковых только по четырем контакта, и соответственно, они могут быть максимум USB 2-0. Хотя и сделаны из такого же синего пластика, при тестах выявилась одна неприятность, боковые вырезы в корпусе слишком узкие, и самые широкие разъемы USB входят с трудом, а пару флешек в металлических корпусах вообще не смог подключить. Подключаем хаб к компьютеру, для сравнения я подключил настоящий хаб USB 3-0. Видны два логических хаба, один версия 2-0 и второй, отсутствующий на первой картинке, SuperSpeed 3-0. ID нового оборудования USB-Vit 1A40N Temp Fit 0101. Поиск в интернет быстро выдал, что это Terminus Technology Inc. Я о таком производителе еще не слышал, быстро нашелся его сайт, www.terminus.com.tv Из описания, Terminus Technology Inc. Is a professional fabless essay design house, founded in 2006 by a group of highly experienced essay designers in Taipei, Taiwan, VR Research and Development Oriented Company. Последние изменения на сайте датированы 2015 годом. В списке продуктов только несколько различных USB 2-0 хаб, даже третью версию не осилили. Беру внешний SSD Arico USB 3-2 Gen 2, который может работать на скорости 10 гигабитов, в двух раза быстрее USB 3-0, и подключаю непосредственно к порту компьютера, а теперь его же через порт USB 3 этого хаба, а заодно еще один SSD Nettock USB 3-0 и флешку USB 2-0. Через оставшиеся порты видно, что Arico так и остался подключенным непосредственно к контроллеру, а Nettock и флешка через хаб. Для сравнения вот так это выглядит, будучи подключенными к настоящему хабу USB 3-0. Оба SSD оказались под USB концентратор SuperSpeed, а флешка, так как она по жизни только USB 2-0, под просто USB концентратор. Проверка скорости с помощью внешнего EVM SSD Arico, через порт USB 3-0, это максимум, что можно получить от контроллера USB 3-0, к которому SSD оказывается непосредственно подключен. Теперь через порт USB 2-0, а это уже примерный максимум, что может дать на практике USB 2-0. Все три устройства одновременно нормально работают, но это в том числе заслуга USB порта на материнской плате, смогшей обеспечить достаточное питание. Далее я, как и ранее в лоу, проверил работу в порту USB 3.2 Gen 2. SSD нормально опознался, но в Crystal Disk Mark либо скорости были явно меньше 10 гигабитов, либо SSD вообще пропадал из системы. Проверял с трех разными кабелями, в надежде, что хоть с одним будет нормально работать. Так что могу только повторить его вывод, с разводкой для Gen 2, видимо, все печально. Далее я проверил работу со своим смартфоном на Android, две подключенных к хабу флешки нормально опознались и были доступны одновременно, финальный тестага, новенький разъемчик подвезли, сейчас мы его разгрызем. Мое личное итоговое мнение, если вы повелись на название и купили его, рассчитывая на USB 3, то это однозначный обман. Но если вы прошли дальше название и увидели в описании USB 2, чего достаточно, например, чтобы подключить к ноутбуке мышку, клавиатуру, принтер, электронный ключ и так далее, и в довесок получить один порт USB 3 для быстрого накопителя, то за его акационную цену 0,89, это была прекрасная покупка, да еще и в стильном металлическом корпусе. Но никак не за текущую цену в тильда 5 долларов, когда за эти деньги Арика часто продает полноценные хабы USB 3.0, а во время особой щедрости так и за 2 доллара 3, правда в топорных пластиковых корпусах, которые будут смотреться инородным анахронизмом рядом с современным ноутбуком. Но это уже вам решать шашечки или ехать. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...